здравствуйте эта программа воскресный чай с вами виктория летита и мы пришли в гости в замечательную семью шаталовых которые отметили вместе 60-летний юбилей это бриллиантовая свадьба итак познакомиться с нашими героями и узнаем как достичь семейной гармонии и поделиться своим счастьем со всеми нами здравствуйте и так скажите пожалуйста в чем заключается секрет семейного счастья семейного быта наверное наверное любви к детям я так считаю самое главное когда любишь детей поэтому так и счастье получается семейной заботишься о детях всем а мужа а вы как считаете николай экстрич ну я считаю что в основном это любовь друг другу любой где этим также вот к родственникам ко всем доброжелательность чтобы было ко всем и мы детям и жене и друзьям товарищем тоже когда со всеми в хороших отношениях значит и складывается как бы и счастье семейное и и общее счастье скажите а вот было ли вашей семейной жизни то что вот вы поссорились сказали друг другу обидные слова тарелки летали но все равно как то что ссорились ну ссорились но не до такой степени какие тарелки не летали ничего такого ну поругались помирили все мало ли бывает но основном в основном нормально некогда нам было ругаться потому что мы постоянно заботе то дети садиков сразу не было у нас детских садов с трех лет только дети отправляли поэтому мы бегали по сменам на той я на работе то он с детьми сидели поэтому особо некогда был ругаться но все равно спор это какие-то возникали да конечно иногда мало ли тем более работали по сменам я если в первую то она в ночь я в ночь когда какой-то график во вторую смену один детей не на кого оставить вот дверь закрывает если в ночь идет а я бегу с работы со второго со второй смены встречаемся все нормально приходишь дети спят ну и слава богу как говорится вот вся жизнь в работе в заботе и ругаться то особо и некогда было у вас две дочери как зовут дочерей татьяна и ирина старшая ирина младше татьяна сколько вот им сейчас старше 60 ирине а младше 53 ну какие вы молодцы скажите вот ваша семья когда вы вместе собираетесь сколько вас вот человек 16 настоящее время 16 но перечислите это кто это четыре внука у нас по именам называть ну давайте по именам ну вот старший у нас руслан от старшей дочери младше женя тоже старший дочери сын и этому 35 руслану женит 27 младшей дочери татьяны рома 20 33 года вот было младшему тоже 27 они у нас погодки еще вас уже есть правнуки до маленькие самые маленькие правнучку наш три месяца только поздравляем спасибо скажите пожалуйста а вот когда как произошел произошла ваша первая встреча и была ли вот такая искра которая что называется любовь с первого взгляда это можно на вас просить ну здесь знаете как конечно когда они приехали с украины родители вместе с любой вот с братом и и я работал в одной бригаде на авиационном заводе ну и он этот приезжают родители и сестра приглашаем тебя на встречу ну после работы за встретились одни и встретили ну незнакомый человек еще конечно вот ну и посмотрел да красиво симпатичная девушка вот ну как говорится тут миллион мелькнула надо как бы дрожьбу наладить сюда создать ну и мы с ней продружили на одном заводе проработали на одном заводе проработали то тоже с работы встречались после работы и вот мы около года только встречались а потом уже после этого решили серьезно завести семью и ну вот так и получилось что в ангарске мы зарегистрировались с ней шестьдесят третьем году 21 сентября так что у нас долго дружба и до долгая любовь так вот и получилось а вот вы скажете расскажите о своих впечатлениях когда вы впервые увидели своего будущего мужа что вы подумали о нем но вообще-то понравился мне сразу он пела хорошо как раз на встрече по моему даже с гармошку приходил да я помню а вы можете спеть песню которые вы спели сыграли чем вы так понравились чем зацепили у меня голоса сейчас нету немножечко так наиграть сыграть ваше скажем так серенада любви а может быть вы любовь романовна подпоете чтобы хотя бы давайте споймем подпоем что получится белым снегом белым снегом ночь летельная ночь летельная ту стёжку замела по которой по которой по которой я с тобой я с тобой любимый рядышком прошла я знаю что вы оба проработали на ЖБИ да скажите какой стаж чем занимались и вот что для вас тогда значила работа это просто работа ради работы или все-таки какой-то был интерес не знает время это было другое строили коммунизм ну если вам точно все объяснить для меня работа это было не только удовольствие ну и соответственно там заработок для сохранить сохранения конечно когда заработок и есть семью чтобы прокормить и не было такого чтобы да что это твой это работа для меня она как бы не нужна просто как вот для меня работа была все на работу как и раньше говорили как на праздник ходили в коллективе у нас хороший коллектив был всегда дружный вот все друг за друга стояли и не было такого чтобы на работе мы когда-то поругались когда-то это что-то все друг за другом но это во первых было да что это на втором как вместе и заработок стоял вот а так в основном это любим любимая работа была считалась для меня это на любой работе было работу я на авиационном заводе это вообще прекрасно было узнавать все эти сложные сложные все это работа до механизмы тем более гидравлической системы это всему все это и взлет и посадка и самолета вот не только что это гражданский самолет но по сложности то это может быть конечно даже сложный военный самолет вот это очень прекрасно для меня нравилась эта работа вас 54 года вообще общего стажа полвека ну да это у вас наверно какие-то награды есть да за трудовую доблесть я не знаю как это вот медали там раньше ветеран труда ветеран труда у меня да да и у меня и у любы вот но так там грамоты поощрения денежные премии это там трудовой все записаны а так в основном это ветеран труда скажите пожалуйста вот трудно ли быть мамой и быть еще работником это же приходится совмещать вы говорили что вы работали посменно еще и двоих детей воспитывали еще и муж не воспитывали но по крайней мере требовал внимания ну не сказать чтобы когда любишь всех как-то кажется нет не кажется трудно мне кажется ну все как-то как по привычке ну конечно трудно было справлялись по молодости особенно ночную смену когда работали придешь ребенок маленький не поспишь толком и 5 ночи на работу тяжело конечно было но вот насколько часто сейчас к вам приходят дети внуки приезжают как часто видитесь часто видимся почти каждый месяц дочки у нас постоянно почти каждый день заходят которые здесь живут на месте дочь после работы она вот на свободе тоже работы сейчас младше почти каждый день там через день заходит а если праздник день рождения то обязательно все вместе или дома или где в кафе или на природе летом обязательно и даже даже с Владивостока не забывают звонят постоянно поздравляют приезжают если про день рождения обязательно приедут с цветами задарит подарками нас тут вообще задали чтобы вы могли посоветовать молодым которые только строят семью чтобы вот достичь такого как сказать опыта и такого сыграть бриллиантовую свадьбу ну это как жить в дружбе если какие-то свою семью я считаю вот самое главное заботиться если что-то спрощать друг другу находить какие-то общие слова компромиссы что как говорится нету там поссорились и раз и все мы расходимся мы тут и сюда я считаю что надо больше любить своих свою семью чем себя даже я всегда считаю что я на последнем месте про себя не особо думаю вот не сам на первом месте мне дети муж все потом же а потом ужас я вот говорят те кто долго живет супруги да они становятся похожи друг на друга вот скажите пожалуйста вот вы вдруг друге нашли какие-то похожие черты в чем вы стали похожи мне кажется во всем он еще думает а я уже знаю что думает уже до того уже как как будто мы никогда не не были отдельно то есть две половинки но вот бриллиантовую свадьбу вы уже отметили да это было в сентябре а как отмечали где отмечали штыковских прудах мы отмечали снимали там доме снимали домик приезжали все там у них сошли погода хорошая очень было солнце а там как раз у них тоже какой-то юбилей был 18 лет штыковским прудам там концерты было очень весело было мы там до самого вечера были интересно вот и сейчас на пенсии как какие вас увлечения есть чем занимаетесь на пенсии сейчас зимой чем холодно куда чего пойдешь а так в основном теплые дни выходим на прогулку так в основном надо начинается с апреля месяца огороды и все что там в основном то так на море выезжали несколько раз в этом году то погода была не очень дочь дочка нас всего тела я зима вазит она может были раньше у нас здесь бассейн не так далеко раньше на бассейне когда еще не ездили не автобусы машин не было часто у внуков у каждого машина здесь а так мы проводили все эти праздники я и отдыхали на этом на бассейне бассейн очень хороший был это вот сейчас его запустили уже там мало кто внимание обращает а раньше на этом бассейне все праздники торжества там проходили один день страдителя всегда у нас на бассейне было сейчас уже все отменили скажите пожалуйста вот о чем вы сожалеете в жизни что вы не сделали и второй вот вопрос о чем вот мечтаете что хотелось бы но не сбылось много во первых не смог получить достойного образования конечно у меня и среднего образования нет у меня как начальность считается 8 классов вот вот об этом конечно я жалею очень ну а так то в основном все жизнь прожили нормально детей никогда не обижали никогда дали им образование дочка техникум энергетически закончила старшая младшая дочь закончила педучилище работала в садике с детьми но так в основном как говорится на жизнь не ропщу вот такое дело а мечтаете то чем мечтаю это подольше пожить хорошее желание а вы ну я также то же самое у меня после я училась хорошо закончила вообще на пополам четверки-пятерки девять классов я закончила вообще на дне пятерки но я на украине училась есть классу закончила сюда переехали чтобы куда-то поступить мы приехали все отец мать все без работы она только брата работа у нас и как-то неудобно было мне куда-то поступать учиться жить на что поэтому я сразу пошла на работу а потом как-то мы тут поженились уже не не до этого было до учебы вот единственное что надо было конечно учиться что-то закончить но так не получилось ничего но мечтаете о чем мечтаю то же самое чтобы подольше пожить и чтобы как-то это жаль оставаться с руками здоровье было не болеть вот главное ну что ж мы желаем чтобы все ваши желания сбылись и 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 Да, спасибо. Мелодию все равно уловили. Уловили, конечно. Спасибо. И вот на этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу программу. А я напоминаю, что мы сегодня в гостях были в семье Шаталовых, которые отметили свой бриллиантовый юбилей. До свидания. Увидимся.